МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сирии в Сирии незаконно, нарушая нормы международного права. Боевики бежали вместе с семьями и теперь проживают в лагере для беженцев недалеко от Дамаска. Асад Ас-Салем был руководителем службы безопасности сирийского сектора базы Ваттан. Когда нам стал известен тот факт, что командир нашего отряда продает оружие террористам ИГИЛ, мы доложили об этом американскому руководству базы, но после нашего доклада никаких мер предпринято не было. Американцы только усилили поддержку человека, который был назначен нашим командиром и вёл дела с ИГИЛ. На базе ТАНФ американские и норвежские инструкторы тренировали боевиков. Курс молодого бойца длился 10 дней, рассказывают бывшие союзники военных США. Боевикам говорили, что они будут бороться с террористами ИГИЛ, но фактически операции против так называемого исламского государства отряд Магуэрас Саура не проводил. Ни о какой поддержке местного населения речи не идёт. Американцы не заинтересованы ни в чём, кроме реализации собственных интересов. Вот так, по словам бывших боевиков, устроена передовая операционная база вооружённых сил США на юге Сирии. Территория разделена на американскую и сирийскую части. Занятия с новобранцами проводятся здесь. Тут казармы, стоянка техники и склады боепитания. На базе постоянно находится более 300 военнослужащих американской армии. Боеприпасы военным доставляют из Ордании на грузовиках. Продовольствием базу снабжает авиация. Командует американским сектором «Эттанфа» майор с позывным «Ники». Вот он на фотографии. Его зам капитан Джимми. Это тоже позывной. Начальник разведки, американец, прозвище «Мустафа». На территории операционной базы находится американская техника. Бронемашины, джипы, баги и квадроциклы. Стандартный набор транспортных средств для проведения специальных операций в этом регионе. Там же, по словам сбежавших боевиков, есть и реактивные системы залпового огня. Свидетельства боевиков, которые проходили обучение на базе «Эттанф», подтверждают то, что было понятно и ранее. Американские военные стремятся создать собственную зону влияния на юге Сирии. Эта цель не требует противостояния с террористами ИГИЛ. Вот простая статистика. По данным боевиков, которые покинули «Эттанф» и перешли на сторону правительственных сил, за все время, что они находились на базе, не было ни одного боестолкновения с боевиками псевдохалифата. По проправительственным силам военные США наносили удары не менее трех раз.